Как уже сегодня помочь своим стопам и галеностопным суставам? Привет! С вами Иван Кузнецов. Сегодня я расскажу вам, что можно сделать для своих стоп еще до начала тренинга. Если вы внедрите то, что узнаете сегодня, к началу тренинга у вас будут первые позитивные результаты. Данную технику я применял во время учебы в колледже. Для тех, кто не в курсе, я учился в колледже культуру и искусств в городе Твере на кафедре хореографии. И здоровые стопы для меня обозначали возможность полноценно учиться и тренироваться. То, что вы узнали сегодня, то, что вы узнаете сегодня, я делал в течение всей учебы каждый день. Итак, поехали! Первое. Вам необходимо придумать для себя утренний ритуал для стоп. Возьмите самые простые упражнения, которые можно делать лежа. Все, что угодно. Не усложняйте. Подключайте свою фантазию. Два-три упражнения для стоп и ног в целом. Сразу после окончания данного видео обязательно попробуйте то, что придумали. Но упражнений недостаточно. Нужно еще и позитивное внимание. Да-да, я не шучу. Нужно позитивное внимание. Это могут быть поглаживания, минимальный массаж, слова благодарности. Повторю, что я не шучу. Есть даже такая психологическая техника, которая называется диалог с органом. Не воспринимайте данное задание слишком серьезно. Пусть это будет игрой для вас. Теперь каждое утро вы начинаете с небольшой постельной гимнастики для стоп и позитивного внимания своим ножкам. Уже вижу, как шибко умные мужчины с негодованием смотрят это видео и думают, что ты лепишь. Поэтому, милые девушки, знаю, что данное задание вы воспримете и сделаете с улыбкой и энтузиазмом. Так что, потому что знаете, что это работает. Второе, что нужно подобрать для себя, это одно базовое упражнение. Берите любое упражнение. Не думайте на тему правильно и неправильно. В скором времени я дам вам все нужные упражнения, комплексы и тому подобное. Но сейчас поработайте самостоятельно. Итак, это упражнение делаем днем до обеда. После обеда уже будет тяжеловато. Понимаю, что многие из вас ждут готовых решений, но потерпите немного. В тот момент, когда вы смотрите это видео, я записываю для вас тренинг. Забегая вперед, скажу, что тренинг планировал на 7 дней, а получилось уже 21 день. Может и больше будет. Посмотрю на вашу активность и вовлеченность. Остался последний третий шаг. Вечерний расслабляющий ритуал для стоп. Нужно придумать ряд действий, которые помогут расслабиться вашим стопом. Поверьте, им крайне не хватает расслабления. Мышцы стоп постоянно находятся в перенапряжении. А что будет, если цепь постоянно держать в перенапряжении? Она порвется. Среднестатистический человек научился расслаблять свою голову. Иногда расслабляют свою спину. Особенно те, кто проходили мои тренинги. Но до стоп и ног в целом дело не доходит. Сегодня мы это исправим. Ваша задача придумать расслабляющий ритуал. И перед сном, вместо новостей, с этого дня вы делаете тот самый расслабляющий ритуал для стоп. Теперь подведем итог. Уже сегодня вы должны составить для себя Первое. Утренний ритуал для стоп. Второе. Одно базовое упражнение, которое вы будете делать перед обедом. Третье. Вечерний расслабляющий ритуал для стоп. Из завтрашнего дня и до начала тренинга по здоровой стопе вы должны делать то, что сами себе придумали. Помните, результаты появляются только от реальных действий. Начните действовать прямо сегодня, прямо сейчас и уже через две недели вы почувствуете реальный эффект. Не верите мне? И не нужно. Проверьте мои слова. Если я окажусь неправ, я дам вам любой из моих тренингов на выбор. Теперь за дело. Придумывайте ритуалы и базовые упражнения. Обязательно пишите в комментариях, чего вы там напридумывали. В следующем уроке мы будем практиковаться. Покажу базовые упражнения и вариации с ними. Так что ждите и выполняйте ваше домашнее задание. Спасибо вам за внимание. С вами был Иван Кузнецов. Здоровья вам и вашим стопам. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»